День добрый, уважаемые зрители футбола! Телекомпания РЕН-ТВ приглашает вас на предпоследний матч английской премьер-лиги Чемпионата Англии по футболу Ливерпуль-Арсенал, который состоится на стадионе Энфилд-Роад. Футболисты Ливерпуля выстраиваются на зеленом газоне, чтобы приветствовать футболистов Арсенала, которые стали чемпионами Англии сезона 97-98 годов. Вот они, 11-кратные чемпионы, которые догнали по этому показателю Манчестер Юнайдер. Ливерпуль 18 раз владел титлом первой команды Англии, переполненный Энфилд-Роад. Но сначала по традиции составы играющих сегодня команд Ливерпуль. В воротах Брэд Фридель, 29-й номер, 4-й Джейсон Маккеттер, 6-й Фил Бетт, 12-й Стив Харкнесс, 20-й Стив Инги Бьернелю, 7-й Стив Макманован, 17-й Пол Инс, кабинант команды, 23-й Дженни Калагер, 8-й Эвен Леонардсон, 13-й Карл Хайнс Ридли, 18-й Майкл Оуэн, главный тренер Рой Эванс. Футболисты Арсенала, 13-й номер Алекс Малингер, вратарь, 2-й Али Виксон, 5-й Стив Боут, кабинант команды, 18-й Жиль Гриманди, 20-й Мэтью Апсон, 15-й Рэй Парлор, 7-й Дэвид Платт, 28-й Стив Хьюз, 21-й Луис Боаморте, 8-й Иоанн Райд, 12-й Кристофер Бре, главный тренер Арсен Эвенгер. Лондонский Арсенал стал чемпионом за два тура до финиша, победив 3-го мая Ливерпульский Эвертон. И не просто победил, а разгромил со счетом 4-0 на своем стадионе Хабери. Вот, посмотрите, на первом месте Арсенал после 36-ти матчей 78 очков, и он недосягаем, и в Челси борется за бронзовые медали. Ливерпуле нужна только победа, только тогда команда Роя Эванса обеспечивает себе 3-е место. Нет, нет, положение вне играет Карагер, ошибается Диксон, удар к воротам, и мяч после удара Карла Ханн. Дэвид Плак перехватил и бросает в прорыв Иоанн Райда. Вот того удар не получился, хотел сходу на листы. В первой лиге, или в первом дивизионе, как у нас теперь говорят, на английский манер. Это Стив Хьюз прорывается и великолепно играет Брэд Фридер. Вот впервые мы увидели американского голкибера. А это Хьюз был на наших экранах, тоже молодой парень, 21 год. Между прочим, капитан молодежной сборной Англии. Ревет, ревет Энфил Роад, переполненный стадион. 39 тысяч. Макманован задели, а Ридли уронили его. И снова Уилкиб считает, что все было в рамках правил. И других звезд европейского и мирового футбола. Стив Макманован неточный пас был со страны лондонского арсенала игрока. Подача, простыльная передача, это ОВН. И Ин сбьет, счет открыт. Вот так все началось с ошибки в центре поля одного из игроков лондонского арсенала. Тут же Макманован подхватил мяч. Леонардсен подавал. И тут уже ОВН. Все сделал он. Оттянул на себя трех защитников арсенала. И выдал идеальный пас на пола Инса. Инс выстрелил из-под защитника. Но Маннингер просто ничего не мог сделать. Настолько точно усилен был удар. Тем более, что мне показалось, австриец не видел, не видел момента удара. Хозяев поля ввел мяч в игру Макманован на ее фланг на Леонардсена. Успел, успел остановить мяч и столкнулся с Диксоном. Блокировка. Свободный. Уилкин назначает свободный удар в сторону арсенала. Подает Бернерю. Вот он, нарушитель. Леонидсен Бернерю будет подавать. Итак, нет, решил отдать пас. Пас на Леонардсена. Удар. Маннингер убивает. Макманова. ОВН. И 2-0. 2-0 после удара Инса. Дубль Инса. В матче с Арсеналом. Итак, 2-0. Буквально в течение каких-то пяти минут Ливерпуль дважды поражает ворота гостей футболистов лондонского Арсенала. И дважды это делает капитан команды Пол Эмерсон Инс. 30-летний полузащитник Ливерпуля из сборной Англии. Это офсайда не было. Напрасно Лив Диксон сигнализирует. Все было в рамках правил. Вот он. Лив Диксон стоял около штанги. Какой же офсайд? Итак, 2-0. 30-ая минута. Инс. Метра 75. Ули Диксона отчаянно боролся с игроками. Вот опять момент опасный. У ворот Ливерпуля. Сейчас был. Боморды упустил. Упустил реальную возможность. Повернется обвинять его в пропущенных голах. Берн и Бо. И снова мощное давление оказывают Мерси Сайцы на ворота гостей. Таким мощнейшим прессом прижимают игроков Арсенала к их воротам. Еще один угловой. Теперь уже с левого фланга Макманова подает. Подача. Инс. Блестящий удар. Блестящий гол. Фантастика. 18-й мяч. Майка Оуэна в нынешнем сезоне. Посмотрите в прыжке с поворота. Ох, какой гол красавец. Вот такие мячи, говорят, забивал великий Григорий Федотов. Вот так он складывался почти параллельно земле. Посмотрите. Потрясающий мяч. К сожалению, мы не видели нашего легендарного центрального нападающего Григория Федотова. Но именно так о нем вспоминают ветераны. И снова Майлингер. Был бессилем что-либо сделать. Айга Оуэн. Но действительно вундеркинг. 40-ая минута. 3-0. Турак сыграл Майк Оуэн. И снова вперед Кеверпуль. Леонардсен. Пас в центр. И Оуэн последний бил поворотом. Майлингер в отчаянном таком прыжке. В падении. Успел таки отбить мяч. А пас какой. Пас замечательный. Ким норвежцем Бернелю. Рой Эванс. Я думаю, что доволен. А вот сзади. Это нам показывали. Морвежский голкибер Эвертона нанес ему тяжелую травму. И теперь, к сожалению. И что будет? Пенальти. Пенальти. Апсон нарушает правила. В столкновении с Майклом Оуэном. Вернее, держал его за майку. Ну и Макманов он тоже хорош. Придерживал за майку Апсона. Апсона. Но это нам видно. В материи экране. Но. Алан Уилки считает, что. Эвина Апсона. Посильнее, чем Макманова. Только Макманов у полстров на площадку. Поэтому пенальти. И от Оуэн. Удар. Малинга. Малинга отбивает мяч. На угловой. Не удалось Оуэну забить свой второй мяч в матче. И в 19-м чемпионате. Но это, конечно, шутка в отношении Аарона Уилки. Конечно же, он увидел только нарушение со стороны Апсона. Кане. Ливерпуль принимает новых чемпионов Англии. Лондонский Арсенал. Как вы видите, после первых 45 минут счет 3-0 в пользу хозяев поля. На 28-й минуте счет открыл Пол Инс, капитан команды. Он же через 2 минуты удвоил результат. И третий мяч. Просто фантастический гол. Забил Майкл Оуэн на 40-й минуте. Кто-то пасует вперед. Положения в нигре нет. Рей Парвар. Убить нужно. Удар. И четко сыграл Брэд Фридель. И Брэд Фридель. Мощно бьет вперед. На Ридле. Каргер. Леонардсен. Нет, Леонардсен уступает мяч Бернабилу. Подача в штрафную. И Леонардсен. Четвертый мяч. Вот так не шатко-не малко развивался второй тайм. А пас ему отдал. Кто-то думали? Стив Болт. Посмотрите, вот он. Прямо на ногу Леонардсену. И снова Майлингер был бессилен помочь своей команде. Ну сколько? Метров 10 до ворот. Сходу. Такие, конечно, удары не берутся. Невозможно среагировать. Мощнейшие бомбы Леонардсен влогнал мяч Коприкладину. 4-0. 4-0. 87-я минута. Разгром. Вот так крупно. Арсенал проигрывал только дерби в этом сезоне. В 13-м туре 1-го ноября. Арсенал потерпел свое первое поражение в сезоне, уступив в гостях в Гербе Каунте со счетом 0-3. И больше крупных поражений Арсенал не терпел. И вот, пожалуйста, второе такое поражение. Он футболистом. Будущим Ливерпуля. И очень лестно о нем отзывался и Рой Эванс. А это вот он выход. Аннельки, удар! Вот, пожалуй, на 91-й минуте матча Николя Аннелька имел реальнейший шанс размочить счет. Купас ему сделал Вера. И очень хорошо Николай Аннелька бил в дальний угол. Попал бы, был бы точно гол. Ну что там говорить о выиграть у нового чемпиона. Итак, свисток Алана Уинке, который фиксирует крупную победу Ливерпуля со счетом 4-0. Я думаю, что особо не расстроился Арсененгер. А Ливерпуль покидает стадион под громогласную песню, под гимн своего клуба. Болельщики восторженно рукоплещут своим любимцам. Итак, 4-0. Инс Оуэн Леонардсон.